Многие догадываются, но мало кто знает, что огромное множество кинозвезд, прежде чем стать этими самыми звездами, долго искали себя по жизни, пробуя себя и скитаясь в совершенно разных направлениях. Кто-то полировал гробы, кто-то работал парикмахером, рекламировал джинсы, а некоторые даже торговали наркотой. Всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня я расскажу о пяти звездных актерах с необычным прошлым. Погнали! Шон Коннери. Мало кто знает, что самый известный и мой любимый Джеймс Бонд перепробовал целую кучу самых разнообразных профессий, прежде чем попасть в кино. Шотландец Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в семье простого рабочего Джозефа Коннери и уборщицы Эфемии Маклин. Кто бы мог подумать, что первой профессией будущего агента 007 станет должность молочника. В 13 лет Шон ушел из школы, а уже в 16 вступил в ряды Королевского военно-морского флота в Великобритании. На курсах Британского легиона он обучался полировке мебели, благодаря чему впоследствии будущий актер поработал полировщиком гробов. В 1951 году в поисках заработка Шон Коннери устраивается на работу в Эдинбургский Королевский театр и в возрасте 21 года начинает увлекаться бодибилдингом. Спустя два года он даже принял участие в конкурсе культуристов «Мистер Вселенная», где занял третье место в своем дивизионе. Помимо бодибилдинга Шон также увлекался футболом, успев поиграть за шотландские команды разной степени паршивости. Сам актер рассказывал, что однажды на сборах его заметил скаут Мэтт Басби и предложил ему контракт. Да не где-нибудь, а в клубе Манчестер Юнайтед. Правда в этих рассказах есть некоторые несостыковки, так что до конца непонятно, так ли все было на самом деле и было ли вообще. В итоге Коннери все же выбрал актерскую стезю и уже через несколько лет весь мир узнал его под маской утонченного шпиона. Роль Джеймса Бонда сделала его любимцем женщин, а в 1989 году в возрасте 59 лет Шон стал самым пожилым актером, которому журнал People присвоил звание «Секс-символа». А спустя 10 лет тоже издание удостоило его титула самого сексуального мужчины 20 века. Дэнни Дэвита. Американский актер, продюсер и режиссер Дэнни Дэвита в юности тоже был небольшим человеком, причем во всех смыслах. Он отучился в частной католической школе, после чего окончил Уилфредскую парикмахерскую академию и начал работать в парикмахерской отца. К актерскому ремеслу его подтолкнул тот факт, что совладельцами этой парикмахерской была семья Николсонов. Как-то раз услышав о том, что Джек Николсон стал актером, Дэнни пошел посмотреть в кинотеатр одну из картин Джека. Увиденное так ему понравилось, что он тоже решил стать актером. Но его путь в кино вовсе не был усыпан лепестками роз. Два года он провел в Голливуде, где постоянно ходил на пробы, но не получал ролей. За это время он успел обучиться работе гримера и даже поработать сторожем. В начале 70-х годов он начал мелькать во второсортных фильмах, в самых эпизодических ролях, где его не всегда указывали даже в титрах. Но прорывом в его актерской карьере стал фильм «Пролетая над гнездом кукушки», в котором Дэвита работал со своими старыми знакомыми. Главную роль в картине исполнил Джек Николсон, а продюсером был Майкл Дуглас. После эпизодической роли в этой нашумевшей картине критики разом заговорили о низкорослом актере с большой харизмой, что открыло Дэнни Дэвита путь в большое кино. Микки Рурк. Несмотря на то, что Микки Рурк с детства увлекался актерской игрой и участвовал в театральных постановках еще со времен школы, его путь в кино был очень длинным и достаточно интересным. Микки, чье настоящее имя Филипп, родился в обычной американской семье с ирландскими и французскими корнями. Его родители не ладили, из-за чего отец ушел из семьи, а мать с детьми переехала в бедный пригород Майами с высоким уровнем преступности. Повторный брак матери с жестоким полицейским подтолкнул Микки к уличному образу жизни. Он не ладил с отчимом, из-за чего пропадал в сомнительных кварталах, водя дружбу с преступниками, сутенерами и наркодилерами. В то же время Рурк начинает увлекаться боксом. Долгое время Микки зарабатывал деньги неквалифицированным и низкооплачиваемым трудом. Например, рыл канавы для прокладки энергетических кабелей. В конце концов, тяжелый труд и нищенская зарплата его доконали, и будущий актер решил заняться преступной деятельностью. Вплоть до 1975 года он торговал наркотиками, пока чуть не погиб в завязавшейся перестрелке. После этого случая Микки занял у сестры 400 баксов и улетел в Нью-Йорк с намерением стать актером. Ему удалось поступить в легендарную актерскую студию Ли Страсберга с первого раза, тогда как в свое время Джек Николсон попал в нее только с пятой попытки, а Дастин Хоффман с восьмой. Для того, чтобы оплачивать обучение, Микки Рурк снова работал кем попало. Уличным торговцем, чистильщиком бассейнов и даже вышибалой в баре для трансвеститов. Лишь в 1978 году актер получил свою первую работу в кино в качестве статиста, когда его заметил Стивен Спилберг. Через несколько лет Микки Рурк стал всемирно известен, а на исходе 80-х, находясь на пике славы, он был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Затем проблемы с бухлом, разгульная жизнь и неудачные пластические операции спустили его с небес, но это уже совсем другая история. Дэнни Трэха Несмотря на то, что путь Микки Рурка был весьма тернистым, его преступные похождения выглядят детсадовскими проказами по сравнению с суровым прошлым американского актера мексиканского происхождения Дэнни Трэха. Вот уж кто хапнул по полной программе. Родился Дэнни Трэха в 1944 году в Лос-Анджелесе. Его родственники, судя по всему, оказывали на ребенка самое положительное влияние. Поэтому уже с самого детства он вместе со своим дядей совершал мелкие уличные преступления. Его неоднократно привлекали к ответственности, как малолетнего преступника. Так что уже в юном возрасте Дэнни не понаслышке был знаком с колониями. По мере взросления его преступления приобретали все более серьезный характер. К тому же тогда будущий актер уже крепко торчал на героине. В конце концов он загремел в тюрьму на 12 лет за грабежи и наркотики. И это, как ни странно, положительно сказалось на его жизни. В тюрьме Дэнни прошел курс реабилитации по программе «12 шагов» и избавился от наркотической зависимости. Также в заключении он продолжил заниматься боксом, который всегда любил. И даже смог стать чемпионом штата Пенсильвания сразу в двух весовых категориях – легкого и среднего веса. В кино Дэнни попал случайно, почти сразу после того, как откинулся. Один из друзей, бывший ассистентом на съемках, попросил Дэнни помочь ему слезть с наркотиков. На съемочной площадке фильма «Поезд беглец» вдруг выяснилось, что сценарист фильма мотал срок вместе с треха. Ему предложили стать тренером по боксу для актера Эрика Робертса с зарплатой 320 долларов в день. Вскоре татуированного боксера заметил режиссер, которым был Андрей Кончаловский. Он-то и дал актеру его первую роль в серьезном фильме. Затем, как говорил сам Треха, история много раз повторялась. Он приходил в массовку, где его выдергивали из толпы и заставляли играть роль уголовника номер один, чем он и занимался в течение пяти лет. Вот как сам актер вспоминал об этом периоде жизни. Один режиссер дал дробовик и говорит, высади ногой дверь, а там импровизируй. За дверью люди как бы играли в покер, каскадеры, понятно. Ну я вышиб дверь, кто-то вскочил, я ему заехал прикладом, телка какая-то в виск подняла, а я ей раз дробовик к виску. Режиссер сам не свой. Боже, Дэнни, где ты этому учился? А я, дай вспомнить, супермаркет Вонс я брал, и софтвэр, и Фрити Март. Короче, опыт был. На съемках фильма «Отчаянный» бывшему зеку еще раз сказочно фартануло, когда внезапно выяснилось, что Роберт Родригес приходится ему троюродным братом. С тех пор режиссер регулярно звал колоритного кузена в свои фильмы. Ну а Дэнни Треха и по сей день играет как в неплохих фильмах, так и в самом лютом Г. Джейсон Стейтем. Путь британского актера Джейсона Стейтема был не столь драматичен, но в кино он также попал благодаря стечению многих обстоятельств. С самого детства Джейсон увлекался футболом, боксом, а впоследствии он стал специалистом в области боевых искусств, в частности в бразильском джиу-джитсу. Но его настоящим спортивным призванием в молодости стали прыжки в воду. Стейтем на протяжении 12 лет входил в состав британской национальной сборной по прыжкам в воду. В ее составе он занимал 12 место на одном из чемпионатов мира и даже поучаствовал в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Звездой спорта он так и не стал, да и сам актер говорил, что спорт всегда был его хобби. Так что для заработка ему приходилось приторговывать на улицах парфюмерией и украшениями. В конце 90-х Джейсону слегка подфартило. Какой-то рекламный агент, работавший в основном со спортсменами, пригласил его принять участие в рекламной компании фирмы Томми Хиллфайгер. Таким образом Стейтем снялся в рекламе джинсов и стал рекламным лицом бренда, что было началом его модельной карьеры. На этом везуха для него не закончилась. Владелец фирмы, которую рекламировал Джейсон, оказался основным продюсером дебютной картины Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола». Он-то и предложил режиссеру кандидатуру Стейтема на одну из главных ролей. В качестве проверки Ричи предложил актеру продать ему поддельные золотые драгоценности. Опыт уличного торговца помог Джейсону убедительно впихнуть режиссеру эту шнягу, благодаря чему его и взяли в этот прекрасный фильм на эту судьбоносную роль. Вот такими необычными дорогами приходят люди к славе. Ребят, также еще можете посмотреть от меня подборку фильмов с непредсказуемыми развязками или 10 дурацких ляпов в популярных фильмах. И если вам понравилось видео, то не забудьте оценить. Пишите, что сами думаете о таких путях к славе. Заходите в мои паблики и до скорого. Пока. «Отступники» – криминальный триллер от признанного мэтра американского кинематографа Мартина Скорсезе. Мало кто знает, что этот фильм не является самостоятельным произведением. Это ремейк гонконгского фильма «Двойная рокировка». Но талантливый режиссер, шикарный актерский состав и голливудский размах привели к такому результату, что «Отступники» получили сразу 4 Оскара, включая награды в главных номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Причем, как и неудивительно, «Отступники»